Здравствуйте, друзья! На связи с вами снова Сергей Куликов, он же Моряк. Это фокусы от моряка. И в сегодняшнем видео я покажу вам прикольные карты, которые называются Bicycle Radical 80-е. Радикальные 80-е. Такая яркая, прикольная колода Bicycle. Прежде чем начнем, хочу отдельно поблагодарить моего подписчика Сергея Жукова из города Санкт-Петербург за то, что подогнал такой бесценный подгон нам на судно. Серега, отдельный тебе привет. Ну что ж, давайте мы посмотрим, что это за картишки такие классненькие. Во-первых, смотрите, все 80-е, да, 90-е годы, я помню начало, в моде были вот такие всякие яркие цвета, там цветомузыки такие различные, классные, яркие, там какие-то лосины таких вот цветов ярких. В общем, вот это была эпоха вот таких вот ярких цветов. Ну, по крайней мере, там, наверное, на Западе. У нас во время СССР, может быть, и не было, я еще был маленький, поэтому не помню. Так вот, видимо, из-за этого эту колоду решили сделать такой яркой по цветам. То есть, посмотрите, надпись Bicycle, 3 пиковые масти, зеленая, голубая, розовая. И, собственно, надпись Radical 80-е. Собственно, надпись Playing Cards. Здесь мы видим тоже надпись такая, Radical 80-е, Made in USA. Соответственно, здесь у нас год выпуска 2018, да. Здесь надпись Покерный размер, игральные карты. На обратной стороне такая кассета от MoFone. Помните, да, еще карандаш вставляешь, ее так вот крутишь, чтобы ее можно было перемотать. Ну, кто, может быть, родился в 2000-е, может быть, уже и не застал, но я помню, мы так делали. Вот, собственно, такая кассета от MoFone. И, ну, собственно, давайте откроем, посмотрим, что там у нас внутри. Как обычно, надпись на язычке Красуется, Мэл, не трогать. Это все, собственно, из Bicycle. Не перепечатывать, ничего никуда. Что отличительно, внутри коробка розовая, да. То есть, дань памяти все-таки этому времени есть. Итак, что у нас здесь? Во-первых, у нас есть здесь такая вот карта. Это Джокер, да, что-то он у меня сюда залетел. Здесь есть, конечно же, рекламная карта. Здесь есть дабл-бэк карта, да. Обратите внимание, рубашки именно вот такие вот. То есть, это здесь магнитофонная такая вот пленка. Здесь вот у нас есть такие кружочки и квадратики. Я вот, если честно, не знаю, что бы это все значило. Кружочки и квадратики, кружочки и квадратики. Ну, вот так вот, если, кстати, поприсматриваться, то есть, я людям, когда показывал карту, они сказали, что тут вообще даже как-то как... Вот так вот, если рассеять взгляд, то получается типа как вообще абстракция, как будто бы она такая вот, немного трехмерное изображение. Ну, может, если у вас есть такая колода, поприсматривайте, может быть, увидите. Итак, давайте глянем сами карты. Во-первых, Джокеры. Два Джокера вот таких вот у нас. Собственно, здесь нарисованы такие кассеты, пиковые масти. Надпись Джокер такая, электронными буквами сделанная, да. Ну, и, собственно, здесь записаны эти предсказания. Ну, какие-то предсказания типа радикальные 80-ые надпись, да. Дальше надпись у нас идет Queen of Hearts, то есть, дама черви, дикая карта, Royal Flash, Bad Beat, Sight 1, Sight 1. То есть, вот такие вот у нас здесь изображения. Ну, прикольненько нарисовано, кстати. И здесь, кстати, типа какая-то такая, видите, кассета такая, это пленка зажеванная, видите, вылезла такая вся, болтается пленка, вылезла из кассеты. А здесь нормально, здесь пленка не вылезла. То есть, вот такие вот два Джокера. Далее, давайте посмотрим на сами пузы, да. То есть, смотрите, здесь цвет отличается от той масти, которая у нас изображена на коробке. Она такая более темно-зеленая, ядовитая такая. Вот такой у нас Tuz Peak. Вот такая двойка Peak, тройка, четверка, пятерка, шестерка. Видите, снизу подчеркивание, чтобы не путали с девяткой. Семерка, восьмерка, девятка, десятка. Wallet Peak это такой модный пацанчик с сотовым телефоном того времени. Такая здоровая такая труба. Дамочка это такая вот хипующая тёлка с такой кассетой в руках. Прям тоже такая модная, очочки такие у неё. Королёк Peak это такой бородач в шляпе, типа как у меня была, когда я начинал вести канал с микрофончиком. Бубновая масть она сделана такой вот фиолетовой. Соответственно, у нас пятерки, шестерки. Всё это здесь есть. Wallet Booby это такой модный парень, такой со скейтбордом. Далее, дама Буби это такая вот тоже деваха с кассетой. Королёк это такой металлист какой-то с гитарой. Меломан. Крестовый король это такой вот с бакенбардами чувачок. Дамочка тоже такая моднявая девка с полароидом. Валетик это такой лыжник в очках в зимних. Потом вот и в шапочке. И соответственно, крестовая масть сделана синим цветом. Ну и пошли черви. Черви это такой вот с арокезом король, такой панк с мафоном на плече. Ой. Дамочка это такая вот в наушниках с жвачкой. Тоже кассеты у неё в руках, да. Такой плеер слушает она, такой плеер кассетный. И валет это такой вот в очках, такой стильненький причесанный пацанчик. Ну и собственно такие карты розоватого цвета, собственно, сияния. Что касается ходовых качеств, друзья. Ну, во-первых, конечно же, нормально всё скользит. Всё нормально раскладывается, да. То есть всё нормально здесь у нас можно делать в плане флоришей, вееров, в плане лент и так далее. То есть всё раскладывается, ништяк. В плане тасовок, да, картишки мягенькие, они помягче, чем байсиклы стандарты. Да, то есть легко тасуются, легко так вот переворачиваются по-всячески, да. Ну, то есть с этими картами всё ништяк. Вот я даже отсюда чувствую, как они пахнут. А я ведь забыл, забыл их понюхать, друзья, забыл. Давайте-ка попробуем, ну-ка. Как же я люблю запах новой колоды, ё-моё, она так пахнет, так пахнет. Ну, в общем, друзья, вот такие вот прикольные картишки. Если найдёте такие, пожалуйста, покупайте. Мне лично они понравились. Ещё раз спасибо Сергею Жукову за подгонку. Ну, а на связи с вами был Сергей Куликов, он же моряк. И да хранят вас боги моря и небес. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok